В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! В гостях у нас Максим Харченко, спортсмен и исследователь Приморского края, член Приморского краевого отделения Русского географического общества, общества изучения Амурского края. Максим, добрый день! Юлия, добрый день! Вы вернулись из новой экспедиции по следам Геннадия Невельского. Что же в этот раз было? В 1854 году у нас состоялся первый сплав войск по Амуру. Событие было очень значительное. И для того, чтобы оно прошло благополучно, чтобы войска добрались до мест назначения без происшествий, Геннадий Иванович Невельской сам лично поднялся вверх по Амуру до архипелага островов Уауля-Куру. По пути подъема он в каждой деревне коренного населения нанимал проводников, чтобы когда непосредственно сплав войск пойдет, десятки платов, судов, с войсками, со снаряжением, чтобы проводники помогли по этому участку Амура провести все плоты. Потому что там многочисленные протоки, и во время большой воды, во время паводков, то там движение становится очень затруднительным и опасным. Потому что плоты могут плыть даже на затопленными островами, могут вовремя не сориентироваться, заблудиться, потому что можно канал, который затапливает остров, принять за протоку, и пойти в тупик, прийти в центре острова, в каком-то озере оказаться. И поэтому в 1854 году Геннадий Иванович Невельской, когда получил известие о том, что губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев организовал этот сплав, он сам лично выдвинулся с Петровского Зимовья, с Охотского моря, со своего военного поста, где у него был штаб, он выдвинулся и быстро-быстро-быстро поднялся вверх по Амуру до этого архипелага. И раз мы все вместе идем по судам адмирала Невельского, то нам нужно обязательно дойти до этого архипелага, и это будет верхняя точка на Амуре, докуда непосредственно Геннадий Иванович Невельской во время своей амурской экспедиции пятилетний поднялся вверх по Амуру. И чтобы через этот архипелаг пройти, как раз я организовал в этом году экспедицию. Старт был в городе Хабаровске на набережной, которая носит имя адмирала Геннадия Ивановича Невельского. И финиш был в городе Комсомольск-на-Амуре. Получается, от поста Хабаровка, основанного в 1858 году, который потом стал городом Хабаровском, и до села Пермского, которое впоследствии стало городом Комсомольск-на-Амуре. И расстояние составило 340 верст. И как раз по центру этого маршрута как раз есть острова, раскиданные на Амуре, которые предположительно и составляют тот загадочный архипелаг. Почему загадочный? Потому что на современных картах этого названия нет. Я даже не могла найти в интернете ничего. Я брала себе для новостей, хотела понять, где ставится ударение, и ничего не нашла. Последние следы этого названия есть на карте XIX века. Одного из исследователей, который пошел по Амуру и везде-везде подписывал название деревень коренного населения. И вот это название архипелага Оуля-Куру предположительно как раз и состоит из названий поселений на одном и втором берегу Амура. И я снимал на видео. Сейчас осенью я поеду по Хабаровскому краю, буду встречаться с общественностью, со школьниками, со студентами и показывать им фотографии, видео Амура. И что самое интересное было в этом году, то что я пошел во время паводка. И так в этом году Амур был высокий. И плюс еще подходящий паводок, который вы все знаете затопил Амурскую область. И у меня получилась гонка. Самая настоящая гонка с палатком. Потому что каждый раз, когда я разбивал лагерь на полузатопленном острове, я втыкал палочку на урезе воды в 8 вечера. И в 6 часов утра, когда я вставал и собирал лагерь, я смотрел, что палочка уже на 15-20 сантиметров погружена в воду. То есть за ночь так вот вода очень быстро прибывала. И поэтому я взял очень высокий темп. Понятно было, что исследовать архипелаг уже не представляется возможным, потому что он уже скрывается под водой. Уже только ивы и трава торчат из дерева. То есть я вхожу в протоку, иду и смотрю, что на моих глазах Амур поднимается, начинает переливаться через борта острова. И вот затапливается, затапливается. На твоих глазах просто острова затапливаются. Ты проходишь несколько километров, оборачиваешься назад, и острова уже не видно. Одна трава в воде торчит. Ивы уже в воде торчат. Уже все. То есть прям волна-паводка нашла за мной. И поэтому исследовательская экспедиция стала спортивной. Начала носить спортивный характер. Вы знаете, в прошлом году я шел по Нижнему Амуру. Также где-то ориентировочно 340 верст. От Мариинского поста, основанного Невельским, до Николаевского поста. В этот раз вы тоже 340 прошли. И в прошлом году я это расстояние прошел за 22 дня. Еле живой, физически, психологически дошел до Николаевского поста. И я каждый день, каждый день, когда шел против встречного ветра, буквально выцарапывая каждый километр у Амура, я вспоминал строки из книги Геннадия Ивановича Невельского. Здесь есть даты, по которым можно понять, какой скоростью офицеры, морские офицеры, передвигались по Амуру. И у меня никогда... Я понять не мог, как, как. Я уже практически 20 дней иду. Вот эти вот 340 верстов. В книге написано, что офицеры Невельского за 5-5 дней это расстояние преодолевали. Я никак не мог понять, как они этого добивались. И в этот раз я решил посоревноваться с офицерами Невельского и начал развивать максимальную скорость каждый день на саборде. И проходил порядка 70 километров каждый день. И в итоге у меня получилось пройти вот это вот расстояние, 340 верст от Хабаровска до Комсомольска за 5 дней. За 5 дней. И каждый день на саборде я работал по 10-11 часов на саборде, чтобы это от расстояния пройти. И да, теперь я понимаю, что морские офицеры, они же не сами ходили по Амуру. Многотичленное коренное местонаселение, которое было очень лояльно настроено к нашим офицерам, они оказывали им помощь. И на своих специально созданных для Амура судах, 100-летней эволюции судов для Амура, коренное население как раз офицеров доставляло вверх или вниз по Амуру. И да, я понимаю то, что в принципе, обладая знаниями, по какой протоке здесь лучше пройти, к какому берегу здесь лучше прижаться, где лучше укрыться от потока ветра, можно в принципе преодолевать такие расстояния. Вот очень интересный эксперимент в этом году получился. И да, я действительно такое расстояние прошел, как вот морской офицер Ньюискова, за 340 дней. За 340 километров, за 5 дней. Я так понимаю, что для вас это для самого стало, да, какой-то неожиданностью? Такие условия и вот эта гонка своеобразная. Жара, знаменитая Хабаровская жара, мошка, знаменитая Хабаровская мошка. И что меня больше всего поразило, вот безветрия, да быть такого не может, я каждый день, я грибу, амур как стеклышко, ветра нет, только состоящая жара. Я вспоминаю прошлый год на Нижнем Амуре, ну там понятно, Нижний Амур, через хребет уже Татарский пролив, и ветра, хорошие ветра, которые разгоняются по Татарскому проливу, они сваливаются на Амур, и все время ветер был встречный, очень сильный встречный ветер был. Здесь до Татарского пролива далеко, и вот в какой-то яме я такой вот шел, и поэтому получилось установить этот рекорд, за такое расстояние пройти за 5 дней. Если бы, конечно, был бы встречный ветер, то течение, на Амуре было течение, но встречный ветер определяющий фактор твоей скорости передвижения по Амуру, и ты бы просто бы или стоял бы на месте, пытаясь прогрестись сквозь встречный ветер, или бы тебя просто тащило вверх по течению ветра. Ну, сабборд, ты вместе с багажом представляешь определенную парусность, и поэтому все зависит от ветра. Почему именно сабборд? Юля, хороший вопрос. Цель экспедиции привлечь максимальное внимание общественности к лингендарной личности Ивановича Невельского, и самое главное, к его заслугам в деле присоединения огромной территории России. А сабборд, это как раз инструмент, чтобы привлечь повышенное внимание общественности, потому что сабборд, как вы знаете, сейчас находится на волне популярности, трендовый, модный вид спорта, ультрасовременный, который захватывает, захватывает от поклонников очень быстро. Да, и поэтому с этой целью я иду на сабборде, и действительно местные жители, они подходят ко мне на берегу, интересуются, что же за новый такой вид спорта, сами пробуют, и на лодках тоже подходят, смотрят. Да, поэтому, да, работает сабборд. Вы знаете, у меня такой вопрос обывательский, наверное, но я тоже как-то выхожу на саббордину в море, правда, да, наверное, так можно сказать. Выходила несколько раз, и мне было жутковато далеко заплывать. Вам не страшно было по Амуру преодолевать весь этот путь? Юлия, вас можно брать в экспедицию, поэтому как раз вам страшно, это самый главный фактор, если тебе страшно, то ты, естественно, будешь осторожен. Естественно, мне страшно, как только отталкиваешься веслом, будь то татарский, промех, Японское море или Амур, это нормально, у тебя инстинкт сохранения, который как раз превращает твои ошибки, потому что вы же знаете, на воде, все знают, мы живем на берегу моря, то, что на воде происходит все очень быстро, все происходит молниеносно. Еще сейчас ты стоишь на саборде, через секунду ты уже всплываешь с пазжилети около саборда и не понимаешь, что творится, как это произошло, да, поэтому, конечно, страшно. Но были какие-то такие экстремальные ситуации, когда падали? Ну вот сейчас вот единственное, это вот мой второй опыт идти по Амуру, но первый опыт идти во время паводка, когда в протоке иногда течение стремительно ускоряется, и если ты входишь в протоку, ты острова еще видишь, но когда через, допустим, час ты доходишь до конца этих островов, то острова уже затоплены, и поток, который тебя все это время нес ровненько между островами, резко поворачивает тебя и несет прямо на торчащие из воды остовы высоких ив. Вот, и если ты вовремя не среагируешь, не отгребешь двумя-тремя мощными грибками, не изменишь свое направление, тебя просто потоком прижмет, затащит под эти деревья, и там, как в центрофуге, будет тебя вращать, и выбраться оттуда уже будет под вопросом, выберешься оттуда ты или нет. Вот, поэтому, да, конечно, Амур, серьезная река, и понимая это, Геннадий Иванович Немельской, сам лично, чтобы проконтролировать безопасность сплава морских войск, поднялся и все проконтролировал, чтобы как раз вот безопасность сплава была обеспечена. Мы очень много говорим про личность Немельского. Давайте коротко, я хочу просто для нашего молодого поколения напомнить, наверное, да, раз уж мы говорим про эту экспедицию, чем эта личность столь знакова для Дальнего Востока? Друзья, далеко ходить не нужно. Когда после первой спортивной экспедиции в 2017 году, когда я прошел все побережье Приморского края, я начал строить планы на Хабаровский край, я задал себе вопрос, я сейчас пойду по Хабаровскому краю, чем он интересен, какая у него история. И в Википедии сразу, конечно, у меня вот имя Немельского вышло, и я начал читать историю освоения Хабаровского края, присоединения его, и читаю. Открыл пролив между материком и Сахалином, доказал судоходность Амура, за это его хотели наказать. Мне это уже удивило. Потом читаю дальше. Он занял Устье Амура, основал военный пост в Устье Амура. За это его хотели разжаловать или расстрелять. Вот здесь как раз, как так, человек для России... Который открывал Дальний Восток. Да, делает в таких сложных условиях, непреодолимых. А здесь правительство, министры так на это реагировали. Начал постепенно, постепенно, постепенно в это погружаться. Погружение привело к этой вот книге. Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России. И когда я начал погружаться в детали, ну, честно говоря, конечно, у меня прям перелом сознания такое произошел. У меня, прямо говорю, волосы, дыбы, мурашки по коже. Во-первых, его никто не просил. Его никто не заставлял. То есть это его личное решение. И самое главное, то что, столкнувшись с невероятными препятствиями, и с человеческим фактором, и с сопротивлением мощного, на сопротивление министров, вот он это преодолел. То есть он не остановился, он довел дело до конца, он создал грамотную ведическую базу для последующих переговоров с Китаем, чтобы вот эта огромная территория была закреплена за Россией. А какая ведическая база? Верническая база. Это карта. Вот представьте себе белый лист. Белый лист. И у вас буквально горсточка преданных вам офицеров. И вы понимаете, что сейчас судьба Дальнего Востока Российской империи находится в ваших руках. И вот эта карта, она создана за два года. То есть вот Невельской сумел охватить огромный регион исследованиями и создать такую точную карту, что если мы сейчас откроем карту Google, то есть мы увидим, что полностью, практически береговая черта Татарского пролива, Амура, они все совпадают. И здесь можно только восхищаться уровнем царского морского офицера, что буквально за два года небольшая горска сумела в тяжелейших условиях и зимой, и летом в жару исследовать огромнейший регион. Вы посмотрите, это буквально вот здесь тысяча километров водных путей, порядка тысяча километров береговой полосы Сахалина и Хабаровского края будущего. Все это аккуратно исследовано, прорисовано. И здесь можно только отдать дань мужеству наших морских офицеров. И самое главное, настойчивость адмирала Геннадия Ивановича Неверскова, то, что он по своей собственной инициативе, самое главное, друзья, здесь это то, что по своей собственной инициативе, то есть не было такого приказа, что пожалуйста, Геннадий Иванович, иди исследуй, вот тебе достаточно продовольствия, снаряжение, вот тебе по потребности состав личный, все, пожалуйста, грамотно все это исследуй. Нет, была буквально горска офицеров, был буквально там мешок сухарей, были ружья ржавые, кремниевые, вот, и офицеры, несмотря ни на что, ни на голод, ни на серьезные препятствия, смогли за короткий период как раз создать юридическую базу, вот, на основании которой уже был, потом заключен договор, и огромная часть, вот как раз, от края Востока нам отошла. Вот, друзья мои, ну, это достойно восхищения, достойно, достойно подражания, достойно, и даже молодым девушкам здесь есть чем поучиться. Супруга Геннадия Ивановича Невельского, 19-летняя девушка, когда у них, они помечались, она ему поставила жесткое условие в Иркутске, что раз ты идешь вот в экспедицию, такую вот полезную для Российской империи, то я с тобой, я с тобой пойду. Правильно. И он ее отговаривал, ее ничего не остановило, и действительно, она пережила, как вот супруга Невельского, очень тяжелые времена и годы, там, на Петровском косе, в заливе счастья, но это ее не сломало, наоборот, она для офицеров, она для офицеров была примером. Вот офицер после экспедиции возвращается в Петровское зимовье на доклад Геннадию Ивановичу Невельскому, весь обмороженный, весь вот худой, весь такой еле живой, больной, вот, но как только он в избу входит, его встречает вот супруга Невельского, Екатерина, и он понимает, ну что жаловаться, что жаловаться, если такая хрупкая девушка, в таких вот условиях, нечеловеческих, она держится достойно, и у него сразу у офицера плечи расправляются, вот сразу, он вот так вот, раз, все, я же русский морской офицер, и все, и Геннадий Ивановичу докладывает, и вот кусочек карты, который там нацрапан, на бересте, вот, все показывает, и Геннадий Иванович потом при свечах, вот, вечером, вот все вот эти вот кусочки карт, собирал, да, вот он детально прорисовывал, все вот, если вот сейчас мы здесь посмотрим, здесь он даже, видно, видно вот, почерк Геннадия Ивановича, вот видно, почерк Геннадия Ивановича, и самое главное, вот мы видим, то, что вот он еще простым карандашом, примерно, накидывает, вот здесь вот, озеро Чикчегир, где-то вот здесь вот, озеро Ворон, вот все вот, вот он еще, еще планирует, детально вот планирует, вот прям, это рабочая карта, на основании которой как раз потом и глобальная карта была создана. И потихонечку, по кусочкам я организовываю экспедиции и иду по следам Геннадия Ивановича Невельского. Вы планируете весь маршрут преодолеть? Хороший вопрос. По кусочкам, в перспективе. Самые главные участки я планирую пройти. Есть, чего я очень боюсь. В прошлой экспедиции по Нижнему Амуру, когда мочевки были сопряжены с визитами медведей, которые ходили вокруг палатки, которые нюхали тебя через тент в горячую котлету, пытались воровать гермомешки из-под палатки, выковыривать. Ты в палатке лежишь и думаешь, как реагировать на то, что медведь, он буквально сейчас выковыривает из палатки гермешок, который чуть торчит. То есть ты можешь прямо руку вытянуть и взять его за лапу. Как на это реагировать? Я хочу пойти дальше по Охотскому морю, к Шантарским островам. Но это значит, что каждый ночь не один медведь будет приходить к тебе. Там прям будет конкурс за то, кто подойдет к тебе и непосредственно в чем распоряжение ты будешь. Там прямо у медведя они будут разыгрывать. Кто вот прямо сейчас пойдет к твоей палатке, там настолько их много. Конечно, хочется мне охватить огромнейший регион. И раз офицеры Неверскова не прощали свои исследования и зимой, то в этом году я организовал первую зимнюю экспедицию в залив счастья к Петровскому зимовье. И посмотрел, с чем сталкивались офицеры морские, то, что им не позавидуешь. Вот буквально через неделю у меня так потрескались от аллергии на холод кончики пальцев, то, что я не мог завязать... Это когда на кайте вошли. Да, я не мог уже завязать шнурки на ботинках. То есть вот настолько... Я все время в рукобицах, все время в перчатках. Но настолько аллергия на холод была сильной, никто от этого не застрахован. Потому что пальцы так полопались. А офицерам же нужно было в этих условиях зимних, им еще нужно было доставать секстант, накаленный от холода кусок металла, и брать координаты тех мест, где они находились. Только нужно дать им должное, через что они прошли, чтобы так недавно эту картину нарисовать. И в дальнейшем я планирую пройти по их следам зимой и по притокам реки Амура, и по хребтам. И сейчас выяснится новый фактор, который возник, это волки. Если раньше волки были где-то в районе Якутии, и очень редко приходили к бассейну Нижнего Амура, то сейчас уровень снега стал меньше, кормовая база как-то там изменилась у волков, и они уже второй год активно приходят и уходят вокруг Николаевска на Амуре. И как раз у меня в марте была экспедиция в залив счастья, и вот передо мной, как раз в заливе счастья, застрелили волка, который весит 70 килограмм. Юля, представляете? Ну, больше меня, да. Волк 70 килограмм. И да, вот такой вот фактор возник. Да, поэтому, ну, между нами говоря, каждая экспедиция моя, это до встречи с неадекватным медведем, или с волчьей стаей серьезной. Вот, поэтому, ну, вот такие вот факты. И офицеры Нижнего Амура также не были застрахованы от этих фактов. От диких зверей, конечно. Потому что в их распоряжении были кривневые ружья. Представляете? Это вот тебе нужно отвезти вот такой вот курок с кремнем, и непонятно, сработает он, не сработает. Если успеют влажные, там, или зимние, вот у тебя есть только шанс одного выстрела. Ну, то есть морские офицеры находились в таких же условиях. Но вы без какой-либо защиты идете туда? Ну, вот у меня два охотничьих ножа. Вот зимой я беру два охотничьих ножа, если дело дойдет до драки с волками. Ну, вот хотя бы для самообороны. Вот у меня два охотничьих ножа. У офицеров Нижнего Амура было личное оружие, там, кинжал или сабля. Ну, вот у меня охотничьи ножи. Что вы с собой брали? То есть я уже услышала, что брали с собой офицера. А что же брали вы с собой в экспедиции? По питанию, по питанию я примерно так же, как офицеры. Это сухари. Мы на даче с мамой из подольского хлеба заготавливаем сухари. И в экспедицию я беру сыровяленое мясо. Ну, вот у офицеров Нижнего Амура, конечно, не было такой роскоши, как сыровяленое мясо. Единственное, когда они останавливались на ночевку у коренного населения, в юртах, то в их распоряжении была эта сыровяленая рыба, мясо нерпы и иногда деликатес. Это брусника, смешанная с нервичьим жиром. Страшно подумать, конечно, как-то на вкус. Да, да, да. Но мы все понимаем, что такое цингай. И чтобы предотвратить ее, у офицеров было в распоряжении местное блюдо. Иногда черемша, заготовленная коренным населением заранее. Но вот у меня основное это сухари и сыровяленое мясо. В принципе, мой основной рацион, на котором я иду. Ну, стандартное снаряжение любой экспедиции, палатка, спальник, теплая одежда. Вот костюм, в котором я иду, предоставлен тоже моими партнерами. В общем, вы видите, сколько у меня сейчас логотипов. И проект «Последам адмирала Неверскова» здесь принимают участие и мои друзья, и местных жителей, охотники, рыбаки, которые меня тоже очень поддерживают, и правительство Приморского и Хабаровского края. Русское географическое общество. Да, все экспедиции подходят под флагом Приморского краевого отделения. Общество изучения Амурского края. Вы представляете, общество изучения Амурского края, самое главное, находится у нас, в Владивостоке. И не нужно думать, что Амур-то где-то далеко. Если мы посмотрим на карту бассейна реки Амур, то вот он буквально начинается рядышком с Владивостоком. У озера Ханка это уже бассейн реки Амур. Притоки реки Уссури, до которых здесь вообще рядышком, тоже это бассейн Амур. Представляете, насколько Амур огромный кровеносная такая вот система. И поэтому мы, можно сказать, тоже живем практически в предгорьях Амура. Вот тут благодаря Геннадию Ивановичу Невельскому. Вы назвали эту экспедицию больше спортивной, да? Потому что она шла именно на такое опережение того самого паводка. Для этого нужна какая-то подготовка физическая? Я вижу, что вы подготовленный спортивный человек. Как это происходит? Юлия, естественно, если ты бросаешь вызов татарскому проливу, японскому морю, проливу Невельскова, Амуру, зимним морозом, то, естественно, это должен быть в соответствующей спортивной форме. И Владивосток, нам всем повезло, потому что мы живем в Владивостоке, прекрасная тренировочная база для экспедиции по следам адмирала Невельскова. Это Патрокол, Бухта-Соболь, мой тренировочный полигон. То есть у меня правило, утром в любую погоду на саборде я выхожу, работаю на технике гребли, в условиях любого ветра, в условиях любой волны. Где еще, где еще вот так вот можно действительно набрать такую хорошую физическую форму, как и на море. Вот нам всем повезло, то, что мы живем в Владивостоке. Прекрасный тренировочный полигон. И вода бывает и холодная, и бывает и холодная. Как раз это все и способствует успеху вот этих проектов. Какие дальше планы хочется спросить? Юлия, сейчас они находятся на стадии разработки, и поэтому уже ближе к основному времени старта я обязательно-обязательно вас проинформирую. Сейчас я работаю как раз вот с книгами, с деталями, чтобы потом аудитории был рассказ интересен деталям. Нужно откапывать детали. Значит, оставим это пока в секрете. Но в следующий раз буду ждать от вас обязательно сообщения, и, конечно, чтобы как можно больше жителей нашего региона узнавали о таких людях, как Невельской. Юлия, спасибо за поддержку. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили об изучении нашего края, об изучении Амура и о Геннадии Невельском. В гостях у нас побывал спортсмен и исследователь Приморского края, член Русского географического общества Максим Харченко. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на Восьмом.